Всем привет, меня зовут Рома и вы смотрите Movavi Vlog, канал о том, как делать классные видео. Я недавно ездил в горы, много снимал с коптера и цифровой камеры, и в итоге смонтировал небольшой ролик, который хочу вам сейчас показать. Вот он. Вот такая красивая бывает природа. Кстати, кто догадался, что это за место? Пишите ваши версии в комментариях. На примере своего ролика я хочу рассказать вам, как смонтировать видео с фоновой музыкой, так, чтобы оно смотрелось более эффектно и профессионально. Сегодня у нас большой выпуск, из которого вы узнаете, где найти музыку для вашего видео, как выбор музыки влияет на восприятие клипа, как разметить и отредактировать музыкальный трек, что такое доли и такты, как нарезать видео по сильным долям, как использовать музыкальные акценты. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали, и нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках и конкурсах. А теперь поехали! Допустим, вы так же, как и я, съездили в отпуск, наснимали много материала и решили смонтировать красивый ролик, которым можно и похвастаться в соцсетях. Правильно подобранная музыка в таком тревел-видео — это половина успеха. Именно она будет управлять восприятием видеоряда, и чуть позже я покажу, как это работает. Поэтому мы начнем с выбора музыкального трека. Мне хотелось, чтобы трек был достаточно бодрым, но при этом мелодичным, способным передать восхищение красотой природы. Еще один важный момент — я хотел, чтобы в музыке была динамика, то есть чередование громких и тихих частей. Я зашел в бесплатную фонотеку YouTube и нашел композицию под названием Yellow Jello, которую в итоге и использовал для своего видео. Искать музыку в ютубовской фонотеке довольно удобно — там есть фильтрация по жанру, настроению и другим параметрам. Кроме YouTube вы можете найти музыку, например, на сайте audioblogs.com, но там работает платная подписка. Ну а если у вас установлен видеоредактор Movavi, вы всегда можете поискать подходящий трек во встроенной коллекции аудио. Вы просто не представляете, как много зависит от выбора музыки. Например, вот так выглядело бы мое видео, если бы я выбрал другой трек. Футажи я использовал те же самые, но насколько изменилось настроение. Поэтому отнеситесь к подбору музыкальной композиции со всей серьезностью. Хорошо, музыку мы выбрали. Что дальше? Разумеется, вы можете сначала смонтировать видеоролик из заснятого материала, а потом просто накинуть музыку поверх видео. Однако вы поднимете свое видео на совершенно иной уровень, отредактировав его в соответствии с музыкой. Об этом я расскажу в практической части, которая начнется через... да прямо сейчас. Я расскажу и покажу, как нарезать видео под музыку в программе Movavi Video Redactor Plus. Погнали? Прежде чем добавлять видео, давайте поработаем сначала с аудио. Загружаем наш музыкальный трек в Movavi Video Redactor Plus. Еще раз прослушайте композицию и мысленно разделите ее на логические части. Например, вот здесь в начале идет тихое вступление. Это, кстати, хорошо видно на вейвформе, графическом отображении звуковых волн. После вступления есть небольшой дроп. Это момент, когда музыка резко обрывается на секунду. Сразу после дропа идет главная громкая тема. После нее снова затишье, но не такое, как в начале, а больше похожее на куплет песни. После этого становится совсем тихо. Затем начинается разгон, и потом вся структура повторяется заново. Части композиции удобно размечать на таймлайне при помощи маркеров. Например, я хочу разметить место, где композиция разгоняется. Кликаем по аудио, ставим ползунок прокрутки в начало разгона и нажимаем на иконку с флажком, или используем комбинацию клавиш Ctrl-M. На маке это Command-M. В появившемся поле для текста можно ввести название маркера. Теперь этот маркер зафиксирован на таймлайне, и если на него навести, можно увидеть название. Маркер можно удалить, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав удалить метку. Таким вот образом можно разметить все части композиции. Мне в целом нравится, как звучит и развивается музыкальный трек, который я выбрал, но он длится целых 2 минуты, а я хотел бы смонтировать видео на 30-40 секунд, поэтому некоторые части из трека я бы выбросил, а другие переместил. Например, я хочу заменить половину однообразного вступления на тот самый разгон из второй части трека. Сначала разрезаем вступление пополам. Затем находим место с разгоном, которое мы уже отметили маркерами. Вырезаем его и стыкуем с первой половиной вступления, ориентируясь по вейв-форме. Я решил не удалять вторую половину вступления полностью, а оставить небольшой ее кусочек над разгоном для более плавного стыка. На этот кусочек также можно добавить эффект плавного исчезания. Результат звучит вот так. Как будто так и было. Итак, трек отредактирован, пора добавлять видео. Я расскажу об основных способах монтажа видео по звуку на примере вступительной и завершающей части моего видео. Во вступление я решил добавить несколько подходящих по настроению кадров, снятых с квадрокоптера. У меня есть вот такой лес, текущая вода, кадр с машиной и несколько сцен с горами. Как же мне их нарезать? Здесь понадобится немножко музыкальной теории. В музыке есть сильные и слабые доли, которые создают ритмическую пульсацию. Их можно сравнить с ударными и безударными слогами в словах. Сильная доля это ударный слог из мира музыки. Именно на нее нам и нужно ориентироваться. Попробуйте отстукивать ритм ногой или качать головой под музыку. Вы обязательно почувствуете пульс музыки и сильную долю. Если я включу трек, который выбрал и начну считать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То сильная доля будет приходиться на счет раз. В нашем случае счет от одного до четырех это один такт с одной сильной долей в нем. Именно ориентируясь на сильную долю лучше всего разрезать и менять сцены в видео. Разумеется, никакого строгого правила нет. И вовсе не обязательно, что каждую сильную долю у вас будет новая сцена. Сейчас я покажу, что имею в виду. Добавляем первую сцену с лесом на таймлайн. Пусть первые два такта ничего не происходит и зритель рассматривает красивый лес. Третьему такту, то есть на девятый счет, зритель может уже слегка заскучать. Но на сильную долю третьего такта я добавлю не другую сцену, а титр с названием видео. Пусть он повисит еще два такта. На сильную долю пятого такта, где начинается разгон, добавляем сцену с водой. Пусть она тоже длится в течение двух тактов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На сильную долю седьмого такта поставим сцену с машиной. Но обрежем ее сразу перед началом восьмого такта. То есть после четвертого счета. Как видите, чем ближе к дропу, тем чаще мы нарезаем сцены. Сейчас все будет меняться еще быстрее. После сцены с машиной у нас идет четыре бита в ускоренном темпе. Их хорошо видно на вейформе. Это акценты, создающие напряжение перед дропом. В этот короткий отрезок мы добавим сразу четыре нашей сцены с горами. На каждый акцент сцена будет меняться. Это добавит динамичности в видео и ритмически свяжет его с аудиорядом. А на сам дроп я добавлю крутой переход из новой категории параллакс. Теперь видеоряд как будто раздувается вместе со звуком. В финальной части моего видео изменения в музыке тоже будут зарифмованы с видеорядом. Но не только за счет нарезки сцен. Видите вот эти пики на вейформе? Это снова акценты. На самом деле они появляются чуть раньше. Вот здесь. Разрежем видео с людьми на фоне гор в этом месте. И добавим фильтр «Разбитая линза» из категории «Шумы». Теперь дергающаяся картинка сочетается со звуковыми акцентами. Заключительный звук в нашем видео — это снова дроп. Но на этот раз расположенный не перед сильной долей, а попадающей прямо в нее. Разрежем видео с людьми в моменте дропа. И добавим туда футаж, снятый с той же точки, но уже без людей. Музыка обрывается, и люди резко пропадают вместе с ней. Выглядит довольно эффектно. Разумеется, тему нарезки видео под музыку мы раскрыли только частично. Но базовые принципы, которые мы с вами сегодня разобрали, помогут сделать ваши видео более эффектными и цельными. Ведь визуальная и звуковая составляющие в них будут работать вместе. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забудьте поставить лайк, если видео вам понравилось. Не стесняйтесь задавать вопросы по сегодняшней теме в комментариях. Мы обязательно ответим. Если вам интересна работа со звуком, посмотрите другие наши выпуски по этой теме. Например, о том, как записать закадровый голос, как работает фолиоозвучка и другие. Ссылки будут в описании. Ну а у меня на сегодня все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok